Расскажите, как Вас зовут и что случилось вообще, что происходит? Меня зовут Курицов Александр Петрович. Я пришел на прием в администрацию президента в очередной раз по поводу инсулина. Я больной с такими диабетом и не могу получать инсулин, так как меня государство оставило без жилья и у меня нет места жительства. Место жительства у нас родиться пускаем. Дело в том, я добиваюсь любым способом и хожу на митинги. И вот первый канал в последний раз меня опубликовал как бомжа. И сказали, что на митинги ходят бомжи, купленные за деньги. На самом деле я на митинги хожу, просив этой власти жуликов и воров, которые обворовали нас. В первую очередь меня. По поводу жилья. Это раз. Из-за чего у меня все проблемы. Я не могу устроиться на работу, не могу получить жилье и не могу получить лекарства, которые положены мне по закону. Вот у меня справка, что я больной с сахарным диабетом. И меня удивляет, меня удивляет, что на Сирию есть у нас лекарства, на Украину есть у нас лекарства, а своим гражданам России у нас нет лекарств. И потом у нас вообще возбудшается, почему народ выходит на митинги. Вы знаете, почему выходит у нас на митинги? Потому что у нас дискриминация. У нас теперь в стране мы не можем выбрать себе того человека, которого мы хотим выбрать. Нам подсовывают партию «Единую Россию». Партия «Единая Россия» — это дворцы, замки, которые себе настроили за счет народа. Нас обворовывают каждый день, издавая какие-то законы по брове с водкой, по брове с курением. Принимая закон Димы Яковлева, Яровая у нас такая шикарная женщина, мы, Дедововские, живем на улице, а она живет на Дверской в Хоробах. На самом деле, на самом деле, у нас «Единая Россия» превращается, я не знаю, фиг знает кого, они хотят жить там постоянно, жить там постоянно. И принимая законы только для себя, а не для народа. — А как так получилось? Вот вы говорите, что у вас нет жилья. — А я учился в училище Псковской области на Вейсборск. У нас училище было для инвалидов, а мы, как дети-сироты, отучившись в школе, нас просто кинули в это училище, чтобы расправиться от своих проблем. И все. Потом при выпуске нас выкинули на улицу и не дали нам жилье. — Ну, первое время, первое время я, конечно, был устроившись в собхозе, работал в собхозе. Мне там давали три жилья и в основном все сараи. Только когда я пошел на аренду, я получил там, дали более-менее жилье, и то на время работы. А когда нас обманули, когда нас обманули, мы с другом Николаем Духовым работали на аренде, и когда нас обманули, стали обращаться в прокуратуру, нас попросили уволиться, выписаться и уехать. Потому что нам там не давали уже работы. И мы уехали, уехали в Москву, и Николай, конечно, у меня уехал опять, сколько там, а я остался в Москве. И вот, в принципе, в принципе, приходится выжимать, приходится самому подрабатывать, воровать я не умею. А вот какие-то заработки я зарабатываю, у друзей там ухаживаю за бабушками, за дедушками. Вот этим мы и живем на самом деле. А на митинги мы ходим вообще бесплатно, по своей доброволе, отстаиваем свои права. А инсулин почему не дают? А инсулин не дают, потому что мы считаемся бомжами, и бомжам ничего не положено. Что бы вы сказали первому каналу, который сказал, что вы за деньги ходите на митинги оппозиции? Я бы про первый канал и про НТВ могу сказать, что людей просто зомбируют. Вот эти каналы государственные, они получают за это деньги на самом деле. И вы знаете, когда митинги оппозиции, когда митинги оппозиции, все начинается с того, что на Москву идут тучи, ожидается град, дождь. И это делается для того, чтобы народ не выходил. Ну, по поводу полиции, что они сверстывают на митингах и обращаются, охватают невиновных. И держат вам на заках, подричатся, не давая людям воды даже пить. Это нарушение сразу же прав человека. Приезжаешь в отделение, приезжаешь в отделение, уже протоколы готовы, уже составляют, стараются вызывать по одному. Но мы требуем адвокатов обычно. Все-таки какая-то группа выезжает, нам помогает на самом деле. И то суды все равно набраны сейчас. Суды у нас набраны и секретарей. У нас нет, я имею в виду, выборность судей. И в основном всем дают. У нас по 15 приезжих, по 20 штрафы на самом деле. У нас уже все подготовлено. Приезжаешь, я говорю, в отделение, все уже решено за нас. На самом деле, выборы у нас уже тоже состоялись. Выборы у нас уже состоялись. По одной причине, как и постоянно делается. Что у нас права голоса нет. И глаза уже посчитаны. Партия власти прошла. А партия власти стремится для того попасть и в Госгурдуму, и в Думу, чтобы воровать. Оборвывают, оборвывают нас со всех концов. Возьмите, возьмите, вот я работал в самхозе, работал в самхозе. И на самом деле, у нас теперь самхозов нет. У нас все деревни заброшены. У нас теперь все земли скуплены. Вот нам положены паи были. Нам положены какие-то, как бы сказать, на покупку давали чеки сельскохозяйственные. Мы их не отдавалили. Я даже не получал ваучера. Потому что нас, нам просто их не давали, ваучеры. Мы уволились, нам не давали. Даже, поскольку наши ваучеры украли. Знаете, по-русски выразиться. А по поводу, по поводу лекарств, по поводу лекарств. У нас, я не знаю, что творится, я не знаю, что творится. Я вот, даже, как инсулинобольной, мне помогла группа. Ну, как таковой группы никогда не добьешься. Либо надо платить взятки, либо чего-то, как делают. Вот такая ситуация у нас в Москве. С каждым годом у нас все веселей и веселей. Я думаю, я думаю, что мы подойдем к такой власти, которая нас будет, нас будет пугать, пугать. И чтобы люди молчали и не выходили на улицы. У нас даже в администрации президента, вот сейчас, в настоящее время, нет ни воды, нет ни бумаги, нет ни ручек. И специально делается призамок, чтобы люди не писали жалобы. Я на этот митинг пойду опять, который будет 31-го. Даже если он будет не согласованный, но я пойду на этот митинг и буду отстаивать свои права. Редактор субтитров А.Семкин